короче ребят здрасьте всем на связи шамшурин и долгожданно и и никто не кто вистор из когнито долгожданной покатушки у нас в гостях скажем так успешный бизнесмен александр да и фамилию попросили не озвучивать короче как-то так и сзади еще несколько человек там 62 человека у нас просто грузовой ягуар там смотрите то есть о чем будем говорить едем куда-то в центр до катаемся на катаемся в каких-то ебенях как вы не как вы успели заметить все московские горы находится базируется короче смотрите просили как-то прокомментировать сейчас как ее зовут июля сайте фамилию помнишь как она родная юлия печорская печерская не знаю вот недавно прям вот видимо вышло это видео какая-то так понимаешь женщинская же женщина тренер для женщин остаться ты не видишь и короче он саньку скидывал там просто полный трэш да то есть смотрите если кто-то не видел наберите в интернете юлия печерская а как виден звать что-то как а зарплате мужчин что-то такой да в общем там короче такая блин ну нельзя на человека обсирать будем отругаться но она короче такая довольно тучная девушка мадам суть не в эту то что она говорит про это про мужиков это трэш то есть там блин можно даже потом вставить этот кусок да то есть смотрите вот история такая что она говорит что мужики которые зарабатывают меньше 50 тысяч рублей в месяц ахит трахаться не должны они должны раздражать получать что наверное 70 90 старшего россиян нет 90 процентов самарчан мужского пола они должны заниматься чем угодно да не логика а следующая там было что-то мужчины которые зарабатывают от 80 до двухсот пятидесяти внимание вопросов где мужчины от пятидесят до восьмидесяти они уже от 80 до двухсот пятидесяти салек нет сказал мне рассказала до пятидесяти потом от восьмидесяти ага да а где тогда та прослойка которая зарабатывает от 50 до 80 и она не существует это сложная математическая формула 8 8 и мы селись 5 и на почему не селись 3 вы почему да то есть как бы я вообще прошу выставки расчеты по логике зарплата человека не должна быть 51 или там 79 я знаю просто числа птицы до 80 они не счастливы у нее и и и вес в килограммах в детстве причем не смотрите то есть а ладно не будем касаться физических каких-то качеств да то есть ну как никто кто-то кто-то рыжий когда-то кто-то толстый кто-то худой там кто-то длинный и так далее то есть сама логика она там потом говорит что типа с этими чуваками которые там до 250 с ними еще можно иногда так знаешь но если они в тебя вкладываются вот и второй момент что их надо тянуть а и те которые вот от миллиона это сука наш я не знаю что ты можешь поискать саня вообще что сказать я таки может что-то не знаю они вообще бывают от 50 зарабатывать где они будут я смотрю вот про философию девки то есть ты же общаешься сани у нас любитель тусить по клубам и соответственно любитель клубной жизни клубных тусовок которые неотъемлемо связано с тем что там очень много таких меркантильных циничных женщин еще секундочку ребят алё дадим 0 подожди я сейчас это снимаю ну как бы доедем до центра скину давай санчет дуй давай прикроем форточку не она шумит просто нас не слышно по поводу меркантильных сани девок чё скажешь вот ты общаешься с такими в основном как бы клуб с клубными персонажами я имею ввиду там же есть какие-то меркантильные сани среди ведь конечно а есть какой интересный смешной случай вот такой забавный до ужаса но мы и правда не готовить но вспомни сани короче смотри нет я и ты пока вспоминаешь те тема такая то есть девушки из моего опыта они так в принципе вот за странными мозгами сейчас особенно вот в столице плюс у них у самих там хватает тараканов и если вот такие вот женщины как юлия печерская будут им еще вот такие вещи затирать будет происходить какой-то пиздец причем пиздец на генетическом уровне сани что это вот это вот вообще вся тема правда бабки мужиков и там что должен мужчина зарабатывать это уже ну не в моде в общем все на самом деле это мне кажется уже проехали давно все то есть сейчас как бы мувитон ну ну не модно не модно о чем модно сейчас модно об этом не говорить вот так вот ни хера себе потому что ты знаешь когда тебе там говорят вот эту машину я не сяду а вот я сяду зачем это на самом деле не сядь не хочет садиться не садись я не знаю сядешь в трамвай ну как бы да то есть вызывай сетки арил там кирилл вас ожидает сейчас скажу кто там сейчас мне мне юлька скидывал я угорал очень жестко хотя возможно и у кого-то будет такое имя поэтому извините если у кого-то будет такое имя хотя не не я понял историю значит будет алиран того из наших друзей с волоней совместно я некие значит но у него была такая вот женщина из категории который ищет за миллион причем далеко за миллион и лакшери 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 она и сделает что но хочет лакшери да так вполне не безоставательно и смысл в том что значит но у них были довольно долгие отношения там если это можно назвать отношениями да ну не ваш отношение серии купи мне да купить что-нибудь тогда у нас будет смысл не в этом то что вот они с ним давно долго они не виделись вот и мне он скидывает переписку вот после долгого старания это было назад он значит хочет ну так они только они что нужно оставить но вот опять если в словении у него снова там видимо это ностальгия пошла воспоминание он решил ей написать там ты где напишет я еду там до совы ехали приезжай а он а я каждый сидел в этот момент мы так поужинали и что-то видимо у нее с собой денег было мало такой он пишет и давай еще буду через там полчаса но у меня с собой налички мало приходит смс к тогда езжай домой спать бляжа из магнит то есть если бы это была как незнакомая девушка дат который не были что-то типа встречались там не знаю секс был не качество само собой и не раз и не раз да и даже его невероятно да ну вот вот так вот такая история а он надеюсь после этого как бы и нет ну конечно и поехал уже пацан стать по поводу женских тренингов тут недавно в атриуме подходит две девчонки нам такие довольно пухлые ну и одеты вот ну блин я все понимаю что там денег ну там нужно если за собой ухаживать и так далее как вот начи одна девушка написала все в статусе нравится ухоженные девушки так ухаживайте ты понял что то есть нужно как бы то есть нужно ухаживать за своей девушкой как бы до нужны что-то дарить и так далее там подобное если ты хочешь привлечь мужчину ты но потрудись быть там нормально выглядеть на сиденье ну конечно мужику но и она тоже на внешку смотрим на тачку смотри начальничество мужик вернее да он смотрит на то что девушка там внешне его привлекла уже не смотрит в ее душу там сначала и так далее и подходит каждые таки довольно пухлые девушки в таких каких-то ну вот прям наш наряд такой глубокой сельский ну вот она там сапогах каких-то аля баска да аля баска в общем прикол не в этом а она говорит мужчина а вот у меня к вам просьба я думаю ёпта начинается женские тренинги палятся сразу просьба такая оцените пожалуйста меня как вы меня оцениваете только планшет нет короче ну я так понял она проходила тренинг там павла ракова ну блять кого же еще то господи вот но суть не в этом там то есть им дают какие-то задания вот подойти к мужику и оценить ягра зачем тебе дали от задания она сначала долго упирала что это не тренинг игру не пизде ну понимаешь все все мы понимаем ну чтобы типа поднять себе от сама сама оценку я не понимаю логики ты вообще мой смотри я считаю что это как бы нам спросить упал какой-то у павла зале павел какой-то вранье в том смысле что вот смотри люди естественно будут они же воспитаны мужики так что-то девушка когда же она жирная некрасивая какая-то да там все равно же это сказать ну они не скажете правду они скажут вы красивую такая добра такая такая с изюминкой такая вот там килограмм 88 изюмов вот в вас там да не а я искал прямо чувак я не говорил слова толстая я сказал ты слушай ну ты пухловато тебе надо сбросить вес то есть тебе нужно см этом купить и шмотки даже нет денег не знаю там ну заработай возьми в кредит то есть это важно все для женщины внешность и вообще никто бы диска оставил полчаса слушал бесплатно но просто я думаю вот тоже смотри засирал мозгов какой-то для чего вот они туда пришли для чего я вообще не понимаю еще у них есть задание когда они подходят к мужикам и говорят незнакомым вы не могли бы мне купить платье подарить то есть ты идешь идешь ты случайно пухляж купить мне пожалуйста платье вас мальчик и бакетом и касательно хочет явно там не с вьетнам с говорил когда ну они в торговых ценах хочется добавить короче смотрите на самом деле так че хотел сказать так сказать что я хочу девчонки подходят по нему на чего это повышение самооценки ну какой самооценки ночью ну вот он скажет вы милая классная чай и уйдет дальше расскажет научи не запишите мой телефон сказать окей за конечно нет а помнишь этот самый короче мы с сашей когда-то были на как это спид дейтинг это еще отдельно санек говорил всем девушкам правду некоторые парни пытались заступаться за девушек потому что санек говорил им просто прямым текстом как ли что он о них думает даже и лайки пусть и пуслы смысл лайки то там же должно совпало что даже ну да были там индивиды которые хотели стать на защиту женской чести кстати вот такая вот насчет того что девушек в принципе сложно понять да там но им еще и мозги засирают вот эти всякие тренер ши там супер супер тренер ши вот и они без того летящие какие-то понимаешь то есть вот у меня был случай прямо недавно индивидуальщик он короче развелся вот он развелся но при этом он периодически встречается с женой и трахается я вот тогда не понимаю вот смотри не наш друг на букву я нет нет не я просто понимаю логик смотри если ты развелся ну как мне кажется развод это крайняя мера когда тоже человек видеть не можешь вообще да ну то есть вот все блять потому что иначе можно просто жить там и терпеть секс дружбе не поехали не но просто я вот это не понимаю развелись и продолжает тракт но фишка не в этом короче смотри ребенок живет с женой с бывшей она от него сама она ему сказал я с тобой развожусь то есть она свалила и короче а вот время пошел камера и у него такая история что телефонная его и и и там что-то синхронизировано вот от херня что фотки скидывать ну поэтому она палит все контакты и он говорит что она периодически приезжает к нему в гости на хоть какие-то поводы вот ну тоже зачем я вот не понимаю этот женской логики нахера ты тогда вот разводился показать что я тут решаю я главное что лечит ну короче фишка не в этом чувак говорит она спалила контакты других телки кать сегодня я была очень бурная дочь плане секса поняла что блядь давать я древо спички чувака могут увезти а чего кстати реально нормальный дурать чё девкам и педро увидели платье за нее просто не но это как бы осталось за кадром это умолчивает просто сам факт смотри как это работает да то есть она увидела что у него появились какие-то другие девки и поняла что отчаево ебалось как бы но у меня нормальный мужик была она начата вот же все штамп поставили не на еще они еще так и так видимо это на словах договорились просто вот тоже вишки ну какая логика вообще да нет логики как логика вот кстати хотел сказать ребята я на фейсбуке теперь есть очередная страница на фейсбуке сейчас это уже окончательная бесповоротная последняя железная страница что заводили короче это аккаунты потом забивали на них вот и теперь я есть фейсбуке добавляйтесь буду очень рад выкладываю там фотки есть в инстаграме по-прежнему есть в контакте хотя туда практически вообще ты понимаешь практически туда не залазили не залезают смотрите ссылка на фейсбук она под видео добавляйтесь она здесь на видео ссылка на инстаграм и на все прочее есть фейсбук санька еще если хотите можете к нему добавиться вот еще что еще было сегодня за день допустить очередной был случай когда клиент просил меня подержать свои эти там сумку воду я знаю там удочку но это вот смотри есть прикол они считают что если у них в руках некоторые из них но очень часто у них в руках есть какая-то херня то она мешает им знакомиться ну допустим вот я иду у меня тут пакет то есть я не могу познакомиться это 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 мешает мне сумма надо просто купить пакет в цуле блять и ходить привет привет все все они твои в общем смотри и клиент говорит чувак типа ты мог бы подержать но если на будущее когда кто-то на день да и стряхнул еще ему когда кто-то собирается на индивидуалку ребят я не носильщик вещей во первых да я им сразу так жестко говорю а во вторых то есть человеку надо привыкнуть что как бы он может познакомиться о здесь кстати же барушник пойдем зайдем сюда только сейчас мы даст не дай припаркуем пока он же может познать человеку нужно привыкнуть к тому что он может познакомиться в любую с любыми какими-то вещами в руках то есть в идеале знакомства должно быть всегда то есть даже если ты идешь с досками блять не знаю строительного магазина и увидел девушек то есть это не должно тебя смущать это не должно тебе мешать за доской на ней беги поэтому ребят как бы пусть вас это не смущает потому что ваш мозг все время придумывает какие-то дурацкие отмазки все таких вот историю еще много там что только не просили меня держать вообще и то есть и что касается более каких-то большего количества этих историй бля сань давай это сюда потом вылезать придется ребят все эти истории и там огромное количество каких-то примеров из жизни клиентов вот таких вот штук из моей работы каких-то там смешных страшных опасных забавных любых ситуаций то есть массовая масса всего это будет у меня в книжке который очень скоро выходит очень скоро я выложу видео в котором расскажу как ты можешь приобрести эту книгу как ты можешь сделать предзаказ тогда книга будет просто бомбовая потому что все что накопилось за крайние там пять-семь лет моя работа она будет вымещена в этой книжке это будет очень крутая книга вот собственно наверное а как называется это космические гламурное место дима с ними это самое но это конечно не самое крутое место москвы да там и так вот где часы короче а по часами такой балкон лишь там еще огоньки мигают вот там короче бару называется тайм-аут он конечно но в принципе вид там неплохой ну где лучше нет сексе нет лучше skylaunch ажи там же рано ну зато тут можно выходить на улице и тусить на улице вот хватит наверно да уже вообще интересно было чего да особенно про девушек так как и про кого найдешь как он не только и про девушек про где про ту которая какая которая какая сейчас да еще раз который да как сказать сейчас я сначала наверно прошла юлия уважаемые юлия печерская я не разделяю ваше мнение по поводу там кошельков мужчин и так далее потому что я считаю что но женщина должна мотивировать вдохновлять поддерживать мужчин то есть жизнь сейчас в россии такая слава богу я даже сказал что сегодня он зарабатывает сука 49 823 рубля в месяц и увы нет а завтра или через год этот мужчина может зарабатывать там 49 миллионов месяц или в год ну не важно то есть все может поменяться уважаемый юлия а вот насчет того что сиськи с каждым годом отвисают все больше там не знаю все больше морщины и как бы мужчинам нужны молодые девушки все об этом чему-то никто не говорит поэтому каждой девушки искренне желаю найти своего принципа богатого успешного и так далее но девчонки блять мужчина это же не только его деньги это же еще богатый внутренний мир да все давайте ребят пойдем посмотрим что в этом барушнике подписывайтесь на фейсбук на instagram ждите информацию про книгу увидимся пока если тебе понравилось это видео ты можешь меня отблагодарить поставив лайк и обязательно подпишись на канал чтобы посмотреть мои видео первым не забудь посмотреть предыдущие выпуски увидимся